хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как ваше полное имя орехов сергей сергей орехов орехов год рождения 79 да сами откуда родом московская область город или поселок поселок володарск 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 мобилизированный да семья дети есть сколько детей 2 мальчик девочка два мальчика столько лет 18 и 7 18 и 7 да как вообще вот эта история с мобилизацией произошла 3 3 10 в нижегородскую область привезли потом отсидели не нет это повестка пришла до повестка да и вы пришли военкомат по повестке но вы естественно конечно мама расписалась за повестку и все позвонили что такого числа явится он появился привезли в нижегородскую область да потом ну просидели там 18 числа нас а 16 числа нас в белгородскую область повезли оттуда вот сказали что в старый оскол едем никуда типа заходить не будем этом как бы ну обманули высадили с паровоза посадили машины и повезли везде наверно где-то часа три три с половиной никто ничего не говорил куда чего как когда плен попали 6 числа 6 ноября населенный пункт какой рядом был новоселова я могу ошибаться как может по-другому называть должность какая у вас была рядовой рядовой до стрелок сколько обещали платить платить но подъемные 300 дальше не знаю это губернаторская так называемая губернаторская слышал такой есть 300 а потом как бы еще 200 к то есть 300 это зависит перед это полгода должно было быть да нет это как бы три месяца три месяца только до а до этого чем занимались водитель и чего машины вы водителем работали до у себя там сколько платили 75 90 но то есть вы какую-то шишку там возили да нет просто межгород а межгорода а то то извините чего дальнобойщик а дальнобой в дальнем бой были ну да какие деньги можно на дальнобое заработать сколько работали ндр на мощь и куну только устроился меньше полгода по моему проработал и мобилизации а до этого да это тоже водителем только по москве работ образование есть специально специальность какая следственных на сборочных работ смотрите а вот вы говорите что вас всех обманули у меня такой вопрос вот я уже там спрашивал одного человека вот мне в ю тубе всегда там выбрасывают как провожают там вот этих мобилизированных да там чуть как не герой исполнить долг перед родиной ла-ла-ла вот эти все тополя да у телегу а то всю пафосную задвигают а что ну типа вы не понимали что здесь война и что реально у вас как бы два скот могут завести в руку в украину ну то что завести украину нет мы не понимали на самом деле ну едем и едем сказали охранять свои границы то есть та же белгородская область так далее все на это а как охранять границу если там русские например они зашли в картерскую область и так далее у меня немного там непонимание да вы знали что война вообще идет но отслеживали по радио там отслеживали да ну для вас это я свой ли война скорее всего война скорее всего война но это хоть до понимания есть вот вы говорите что чтобы охранять границу да какие задачи перед вами ставились да никаких задач не было никаких когда туда привезли просто посадили в окопы копаться получше и все смотреть в поле на этом все как стрелять вообще уметь один раз дали пострелять все на полигоне а я 22 года назад в армии был на срочке да потому что-то учили сейчас вспомнил что ничего там не учили тогда тем более подмосковье служил а вот что а вот у меня вопрос от чего защищать границу да вот какая-то какая-то как бы ситуация мне объясняли никто ничего не объяснил смотрите я с вами ну как бы я с вами разговариваю ну не как там нам объяснять и так далее вот отчего защищать должна россия что-то тоже и по-другому поставлю вопросов и верите вот что вы вообще знаете про украину ничего в европейской страна я не ошибаюсь нет меня я я не был у вас никогда а вообще за границей где-то были за границей в или нас в той же польше варшава польша варшава а как ехали машин я понимаю через беларусь через беларусь туда вот вам нравится как живет польша ну да лучше живет чем чем россия уже вроде вроде лучше намного правда но я был год назад а что там поменялось не могу сказать но за год тогда там же немного поменялось но лучше живет нравится вам как поляки живут да они же тоже были сателлитом как бы советского союза когда-то вот сейчас они в европейском союзе развивается украина имеет право там хотеть в европейский союз я от политики далек я даже не могу ничего на это ответить каждый наверное имеет на свое так сказать а вот просто объясните мне вот вот это вся штука потому что это люди будут писать целые книги да об этой войне на и когда русские говорят что от политики я далек я этим не интересуюсь вы можете мне объяснить что это значит вот есть ну это не вы один это говорите да я просто хочу понять как ну гуру сиян как людей я от политики далек да вот что это значит за нас все решают но я не знаю я говорю только за себя хорошо что в вашем понимании значит от политики я далек понимание практически политика не 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 новости не смотрю и так далее хорошо кем вы хотите чтобы ваши дети стали люди но не они уже как бы люди они уже как бы люди вот ну профессионально кем хотите чтобы они были это их выбор вы как вы как отец ну кем бы их видели ну это же нормально только направить надо ну хорошо направить кем бы вы их хотели видеть опять же не знаю рабочим ученым они должны сами выбрать рабочим ученым актером не знаю военным должны выбрать сами но не военным не военным почему потому что нет но как бы это очень популярная профессия в россии ну для кого-то да у нас никого нет военных мы имеете в семье в семье да а вы бы хотели чтобы ваши дети жили в россии то есть все нормально почему нет мы что же там живем не я это все понимаю но это свободная страна мы для вас россия это свободность если даже они хорошо выучиться там и соберутся куда-то уехать опять же их выбор какую-то другую страну тогда возняты понимание как но с того что я разговариваю что вы как бы часть политики то что вы сейчас разговариваете с любомиром это через то из-за того что вы стали частью политики вы сейчас политики вы мобилизированный солдат арафии который пришел в другую страну это политика полить и вы часть политики отказаться можно было отказаться не знаю вроде сказали тюрьма да и потом когда туда приехали в этом мулен на распределительные разговоров не было никаких о куда-либо зайти никаких разговоров не конечно сказали сян бэйк тоже нет я не знаю что сказать а я бы знал что что сказать да вот грубо говоря если бы я был россиянин и сидел на вашем месте я бы знал чтобы сказать им просто мог сказать слушайте ребята это все телега это все байда да это одно большое вот нет нам говорили одно очевидец по другому случилось по другому да не слушайте никого и остановите это весь бы весь бред пока вы в россии это же нормальные слова бы были правильно то есть тысячи десятки тысяч сотни тысяч мобилизованных не могут остановить несколько придурков в стране правильно что тюрем столько много или как в россии всех пересажают то есть в россии готовы всех пересажать я так понял я это не говорил не ну выходит так ну мы боимся тюрьма и так далее зато на другую страну под пули артиллерию как бы лезть это нормально вы понимаете что украинцы не сдадутся вы говорите что я не интересуюсь политикой вы понимаете что вы часть вот сейчас такой таймин из рашистской политики до подрошу вы часть рашистов когда-то были фашисты сейчас рашисты которые пришли уничтожать просто украинский народ не знаю если можете объяснить что делает здесь русский я готов послушать не отвечу на телек вы смотрите да вот радио слушаете вот у вас есть какое-то понимание что россия здесь делает я отвечу на выборы ходите на выбор ходите вообще кто-то вообще голосует там люди ходят на выборы голосования или да это все это все такая ширма кто-то может входит я не хожу я в основном на работе в рейсе я это понимаю ну вот еще здесь никто не сказал что я хожу на выборы это вообще-то ну это какой-то брест там ничего нету значит в россии это все такая а вы слушайте а вот если никто не ходит на выборы все фальсифицировано у меня есть предложение такое а может прямо путин назначить втором и все зачем это вся телега президент какой-то еще что-то вот царь скипатер и все нет я ответил только за себя я с других ничего не могу сказать никто не сказал что ходит на выбор хорошо политическое предпочтение какие-то есть я не понимаю вообще в политике кто-то вам нравится спали на этом жирик ну вот многие говорят свои нравится жире потому что смешной коммунистов там поддерживали а что вообще в жизни хотите о чем мечтаете о мире о спокойствии хорошо как он должен прийти мир да наверное от двух президентов зависит а что зависит от зеленским тоже не отвечу это от путина что зависит переговоры на первую очередь ну хорошо вот вы говорите о двух президентов что должен сделать зеленский чтобы пришел мир а путин за стол переговоров сесть а может вывести войска и оставить покой украины тоже правда а зеленский правильно делаю что защищая страну правильно деды воевали вообще ну типа деды воевали а ну деды-то воевали за что воевали за мир опять же где за землю свою ну то есть деды россиян да вот это это все как бы превозносится деды в гробах что сейчас бы делали если бы выдели это все переворачивается что русские делают украинцы вы не отвечаете потому что вы не знаете что сказать или вам просто стыдно не знаю что сказать а украинцам хотите что сказать говорят братский народ и так далее даже в кавычках братья не знаю хотя бы извиниться можно что вот мы такие без яйца и не можем у себя в стране навести порядок летим к вам это хотя бы это можно сказать или даже есть для этого нет нету правда потому что может постучать фэйсбэк родным правильно говорили нет нужно а а э а а и Продолжение следует...